Дальше. Быть жертвой систематического обмана на протяжении всей жизни крайне болезненно, видеть, как обманывают других, неприятно. Тем не менее, это является эволюционным механизмом, и умные люди придумывают в таких случаях формы самообмана. И мы это тоже наблюдаем, формы самообмана, в виде ложных социальных теорий, о которых я уже говорил. И они тоже действенны. То есть, самообман где-то может быть и спасителем, но, в конце концов, конечно, обман нам всем очень дорого обходится. И я вот сделал предположение в предыдущем ролике, экстраполируя жизнь муравьев на жизнь социума, что как раз муравьи, если еды им не хватает, рабочие муравьи скармливают псевдокоролеве молодых личинок. А если гнездо потревожено, спасают ее вместо настоящих личинок. И вот я сделал предположение, что как раз снижение рождаемости происходит там, где общество тратит свои ресурсы на содержание власти. вместо того, чтобы тратить эти ресурсы на производство себя, на воспроизводство себя, на умножение потомства. И опять мы здесь упираемся в проблему власти. И я думаю, что вот снижение такой как бы политической нагрузки на общество, оно будет способствовать как раз его... способствовать росту населения просто. Я не знаю, задумывался ли кто-то над этим. вот, но я делаю такое предположение. И чтобы не скармливать все, да, ведь люди, что работают от зарплаты до зарплаты, платя налоги, и у них нет сил просто на то, чтобы потомство... как бы выводить потомство свое, да. Они заняты работой. И, по сути, они просто работают на благосостояние, на увеличение благосостояния политического класса раз, и, конечно, тех, на кого они работают непосредственно, да, то есть их работодателей. Поэтому богатые будут становиться богаче, а бедные беднее. Пока бедные не осознают, что они... что их обманывают, и что на самом деле идет жесткая эксплуатация, и им недоплачивают деньги, и, по сути, на них паразитируют. Вот. Но люди с комплексом жертвы и с неразвитым интеллектом, конечно, будут продолжать пребывать в этом обмане, и пассивно относиться к жизни. Вот. А это отношение, конечно, будет сказываться и на... на популяции в целом, на ее росте. Поэтому я и говорю о том, что самое главное, что это психология, это психотерапия. И главный человек в обществе — это психотерапевт, который поможет поменять эту роль, распознать обман, избавиться от всех иллюзий. Потому что психотерапевт и психолог не могли бы эффективно помогать человеку, если бы они, вот эти специалисты, пребывали бы в том же состоянии обмана, что и человек, который обращается за помощью. Нет. Эти люди видят реальность, как в реальности все обстоит. Причинно-следственные связи, да? И они не обманываются. И вот пример интересный. Значит, весной на Ямайке голуби строят гнезда в деревьях неподалеку и пытаются разводить птенцов. Неожиданно появляются кукушки ани, большие черные страшные птицы, которые кормятся у чужих гнездовий, пожирая птенцов. Обычно эти шумные быстрые птицы перемещаются группами от 6 до 12 особей. Одна из кукушек издает громкий писклявый звук, имитирующий жалобный крик голодного птенца. Птенец жертва слышит этот звук и тоже подает голос. Он пищит в надежде перекричать других птенцов и получить корм. Кукушка камнем падает в гнездо, где сидит несчастный птенец и пожирает его вместе с братьями. Ну, слушайте, как это напоминает все человеческое общество? Просто невероятно. Более сильные пожирают слабых. За счет детей, за счет рождаемости процветает политический класс. И более сильные. Посмотрите, какие детские пособия. Какие они маленькие, эти детские пособия. И посмотрите пособия, которые получают депутаты, допустим, или чиновники, которые покидают свое кресло. Давайте поговорим о том, что интеллект очень связан с обманом. И чем умнее человек, тем он больше обманывает. Усложнение механизмов обмана способствует развитию способов его обнаружения вместе с тем, вместе с этим, да. Что ценится? Умение считать. Умение отличать похожие друг на друга объекты. Умение приспосабливаться к изменяющимся условиям. Умение делать выводы. Скорлупа на земле, разбитое яйцо, паразитов в гнезде лучше не кормить. Развитие интеллектуальных способностей способствует появлению новых методов обмана. Ну и старые тоже ведь действуют, да. Потому что, но они не работают для всех уже. Они работают для менее интеллектуально развитых людей. Религия, например, да. Обман провоцирует развитие интеллектуальных способностей у обманутого. Навык распознавать обман требует особых талантов, которые в противном случае не понадобились бы представителю этого вида. Обман является ключевой причиной развития интеллекта у живых существ. Это относится к высшим общественным животным, у которых есть интеллект. Мы все сталкиваемся с обманом, иллюзией можно назвать обманом. Хоронили иллюзии, порвали два шаблона. И в течение нашей жизни мы развиваемся личностно, эволюционируем. И, конечно, что избавляемся от иллюзий. Вот это самое главное и ценное, что только может быть. Мы перестаём обманываться. И мы начинаем, да, у нас розовые очки разбиваются стёклами внутрь. Это больно, да, больно терять иллюзии, прощаться с ними. Но это необходимое условие эволюции. Ну вы же так реагируете. Что это в вас реагирует? Если бы вы не поняли, что это обман, вы бы продолжали в нём находиться, правильно? Но вы здесь увидели, что это обман, когда вы начали терять. Поэтому потери – это необходимое условие эволюции и того, что вы поумните. И это заложено эволюционно, чтобы вы могли выжить. Иначе вы просто не выживите. Поэтому те ситуации, вот за все те ситуации, благодаря которым вы испытали боль, утратили иллюзии, поумнели, за это всё надо благодарить. Потому что благодаря этим ситуациям вы продемонстрировали способность выжить, выживанию. И добиться ещё чего-то большего, утратив эти иллюзии. То есть, когда люди фиксируются на какой-то проблеме, вот эта руминация появляется, навязчивые мысли негативные, то, конечно, это всё способствует депрессии. Вот выход из депрессии – это как раз выход из обмана, из этих иллюзий, из пленной иллюзии. Поэтому депрессия – это закономерный механизм, такой этап, я бы сказал, этап прощания с иллюзиями. Вот этот болезненный довольно-таки, да. Но, тем не менее, его можно преодолеть. И эволюционно преодолевается, да. Всё, как мы видим и знаем. Интеллект помогает и обманщику, так как улучшает качество обмана. Умственно отсталые люди ограничиваются не словесными способами обмана. Очень умные, развитые люди могут создавать многомерные обманные схемы. Очевидно, что обман способствует развитию интеллекта у обеих сторон, но преимущественно у тех, кто ему подвергается. Словесный обман, но поскольку сейчас уже все умные, то мы имеем дело в основном со словами. Нас обманывают на словах. То есть, не на словах обманывают, тут есть такой нюанс, да. С помощью слов на деле обманывают. И используют речь, язык. Так вот, сам язык появился как способ обмануть. Поэтому грамматика, даже грамматика любого языка, я об этом рассказывал тоже, грамматика, она способствует обману. Есть два языка всего в природе, два человеческих языка, с помощью которого невозможен обман. Вот это племя Бразилии, в бразильских джунглях обитает, такое первобытное. И вот их язык не позволяет обманывать. То есть, если вот рядом нет жены, то представитель этого племени может сказать только, что у меня нет жены. Может она уже ушла, да. Может она уже с другим. Или там с ней что-то случилось, укусил ее там, какая-нибудь укусила ядовитая змея или паук, да. Или она утонула, еще что-то. Вот. Вот. Или съел ягуары, например. Вот. Поэтому в нашем языке мы обманываем. Мы обманываем себя и других. Поэтому я вот считаю, что почему люди не хотят учить иностранные языки, например, да, чужие языки. Потому что, во-первых, они не хотят, чтобы их обманывали. Они и так уже присытились обманом этой властью. Вот. Они хотят обманываться просто. И все. То есть, на самом деле, привлекательность языка может быть лишь в том обществе, которое максимально правдиво и честно с людьми. И там, где человек не чувствует себя обманутым, приниженным, жертвой. Жертвой. Там, где человек жертва, он не хочет учить язык. Это очень тонкое наблюдение. Я думаю, вряд ли кто-то об этом говорит вообще. Но вот я должен это сказать. Даже в качестве предположения просто. Но это можно обсуждать и задуматься об этом. Дальше. Наилучшим свидетельством того, что интеллект играет большую роль для развития механизмов обмана, служит исследование мозга обезьян и приматов. Размер неокортекса, так называемого социального мозга, лучше сказать, отношение его размера к общему размеру мозга прямо пропорционален количеству применения тактических способов обмана. То есть, благодаря обману развивается мозг. Мы видим, кстати говоря, что умненькие дети, они очень много лгут, обманывают. Это хорошо. Не надо их за это ругать. Они просто развиваются. Они умные. Их неокортекс увеличивается. И это гармоничное развитие. В свою очередь, относительно размер неокортекса является явным признаком развитого интеллекта. Особенно общественного интеллекта. Чем умнее обезьяны, тем чаще в их среде происходит обман. Вот и все. То есть, смотрите, где больше всего умных людей, там больше всего будет обмана. То же самое относится и к самообману. Поэтому не надо думать, что развитый интеллект должен ассоциироваться с меньшим уровнем обмана и самообмана. Ничего подобного. Справедливо именно противоположно. Умные люди лгут другим и обманывают себя гораздо чаще, чем менее развитые. И мы это видим тоже. Умные люди создают всевозможные системы, государства. Умные люди видят в государстве, как такой промежуточный этап эволюции. А вообще есть куда стремиться еще. Это жизнь без государства, например. И действительно, если, допустим, у нас есть, если мы развиты, если у нас есть любовь, то нам не нужны законы. И очень часто, что законы не защищают нас, потому что это обман. А используются, ну вот как дышло, да, закон, что дышло. Вот как способ обмана людей. Используются законы. Вот с чем мы имеем дело. Умные люди придумали, конечно, и систему выборов, и всевозможные схемы, чтобы обманывать дураков. Выход в чем? В том, чтобы...